Часто слышу мнение от начинающих инвесторов, что брокер нас обманывает и стремится обмануть, что брокер хочет на нас нажиться, но я всегда исходил из того, что это не так. И сейчас я убедился в этом очередной раз. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. И недавно я снял видео о том, что в пятницу 13-го числа вдруг обнаружил, что у меня со счета исчезли акции. Это были акции компании Pfizer, я снимал по этому поводу видео. И когда я начал разбираться, куда делись акции компании Pfizer, я скачал отчет брокера. Там акции компании Pfizer были, они никуда не делись, но при этом, значит, там полный бардак. Появились акции других компаний, исчезли акции еще двух компаний. Я стал разбираться с акциями, которые пропали, исчезли, появились, я разобрался сам. А с компанией Pfizer корпоративное действие. И что это было за действие? Я стал разбираться, там сделка слияния-поглощение, старые проблемы, которые давно уже планировались. Дело в том, что у компании Pfizer был дочерняя компания UpJoin, которая занималась дженериками. И часть этой компании UpJoin принадлежала компании Milan, которая занималась тем же самым. И компания Pfizer решила, наконец, отделить этот отдел дженерики от себя. И как это должно было произойти? Значит, смотрите, компания UpJoin закрывается, компания Milan закрывается. И создается новая компания Viatrice. И акционеры компании Milan получают акции компании Viatrice из расчета 1 к 1. А в новой компании Viatrice 43% капитала принадлежит компании Pfizer. То есть акционерам компании Pfizer должно тоже какое-то количество акций перепасть. И если акционеры компании Milan меняют акции компании Milan на Viatrice в соотношении 1 к 1, и Milan уничтожается, то количество акций, которые полагаются на одну акцию компании Pfizer должны были определиться по итогам торгов как раз в пятницу 13-го. И поэтому они были, или там накануне, и поэтому они были сняты с торгов по просьбе компании Pfizer. Что произошло в понедельник, в понедельник акции компании Pfizer снова стали торговаться, они определили соотношение, и было опубликовано, что каждому акционеру компании Pfizer Pfizer должно быть зачислено 0,12475 акций компании Viatrice. Если мы умножим эту цифру на количество акций, то вот у меня, например, 5 акций, и на 5 акций примерно получается 0,7 акций компании Viatrice. А дробные акции вроде как не могут быть. И был задан вопрос, значит, там на СПБ, что будет. Насколько я помню, там был какой-то путанный ответ, что, ну, на самом деле мы можем, конечно, зачислить вам дробные акции, но что вы будете с ними делать, потому что минимальный лот – это одна акция. И, в общем-то сказать, ну, все как обычно, то есть хренушки, что вы получите. Дело в том, что, ну, естественно, акции компании Pfizer падают в цене, потому что от нее отделяется большой кусок. И это отделение, это падение, отделение большого куска должно компенсироваться акциями компании Viatrice вот в этом соотношении. Но как мне зачислят 0,7 акций компании Viatrice? Ну, вроде как никак. А после того, как в понедельник начались торги вечером акциями компании Viatrice, на секундочку, одна акция компании Viatrice стоила примерно 16,7 доллара. То есть умножаем на 0,7, получается, что у меня умыкнули просто так 10 долларов. И, конечно, у меня как бы возникло такое чувство, что как-то вот несправедливости, что ли. И я думаю, немного, и не только у меня. И я даже хотел снять видео на эту тему, что вот, блин, что делать. Я долго рассуждал, то есть, как бы, ну, дайте мне эти, так сказать, дробные акции, с одной стороны, но с другой стороны, что с ними дальше делать действительно. И у меня созрела идея, как решить эту проблему. Я решил, что можно ввести новый инструмент, как бы, ну, временно. И торговать им на отдельной торговой сессии. Этот инструмент будет соответствовать одной тысячной компании Viatrice. И тогда мне положено 700 вот этих вот, 700 лотов этого нового инструмента. И надо сказать, что, так сказать, вот вы можете продать их на отдельной торговой сессии. В течение там какого-то срока биржа это вполне может сделать. И я думал написать письмо. Ну, я решил, что это должна сделать СПБ биржа. Я решил написать письмо, но я написал, обратился непосредственно к одному из сотрудников, которого я достаточно сильно уважаю. Это Павел Пахомов. Он ведет регулярные вебинары. И при подготовке к очередному вебинару я написал ему вот такой вопрос и предложил вот такое решение. И очередной вебинар должен был состояться в понедельник. Павел Пахомов в пятницу сказал, ну все, до встречи в понедельник. И в понедельник он не появился. Он не появился и во вторник. Сегодня среда. Вебинара так и не было. Павел Пахомов исчез. Но, я ему написал, но при этом захожу сегодня в торговый терминал, смотрю на биржу СПБ. И вы видите, сейчас у меня появляется пятнадцатая акция. Это акция компании Виатрис. Виатрис, посмотрите. Вот она. Шестнадцать целых шестьдесят семь сотых доллара. Ну, а вероятно, они нашли какой-то выход. Ну, например, дать мне, например, одну акцию. То есть, у кого больше, чем одна акция, дать мне одну акцию. И, вероятно, уменьшить мой баланс просто на то, что причитается за три акции. Ну, элементарные вещи. То есть, как-то это надо делать. И они это сделали. Друзья мои, никогда не надо видеть в брокере врага. Брокер действительно всегда хочет помочь. Вы видите это. Вот оно, вот, вот. Вы видите это на экране. И я просто знаю этих людей. Я их видел. Я с ними общался. И они действительно хотят помочь. Вот вам подтверждение, какие доказательства вам еще нужны. И единственное, что я могу сказать. Я хочу поблагодарить биржу за то, что за их работу. За то, что они ищут выходы. Как решить проблемы. Как защитить интересы акционеров, которые приходят на биржу. И как для того, чтобы торговать. И биржа. То есть, все акционеры должны быть абсолютно уверены, что их здесь не обманут. И их здесь не обманывают. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Напишите. Случаи, когда вы считали. А может быть и сейчас считаете, что брокер вас обманывает. И что это за обман. А мы постараемся разобраться. Возможно, это вы что-то недопоняли. Сейчас лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.